С миром! Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я вас слушаю, пожалуйста, говорите. А я бы хотела узнать, какое должно быть настоящее крещение? А я вам сейчас материалы скину и всё. А кратко вы не можете мне рассказать? Кратко, значит, признать, что ты погибший грешник. Погибший окончательно, бесповоротно. Погибший. Второе. Надежда есть, ибо Иисус умер за наши грехи. И принять крещение троекратное, полное погружение, полное с головой до волосинки. И всё это должно быть бесплатно. Три условия. Вот кратко. Иначе это грех симонии, который будет проклятием на всех. Это патриарх Алексей Второй говорил по канонам. Ага. И сейчас. Ну, вопросов нет, что нет. Ну да, вопросов больше нет. Спасибо большое. Я скину оглавление моей книги к истинному православию, и вы там про всё просчитаете. По оглавлению. Мы будем ждать. Оглавление откнёте и откроет окрещение. Только считайте медленно. Там огромная-огромная информация. Я 40 лет собирал материал для этого. Более полных материалов нет в мире. Мы будем ждать обязательно. Сейчас я сразу, как закончим разговаривать, я вам скину. У нас крещение будет 12 июля. У нас будет здесь крещение. Июля. Июля 12-го. А теперь пробуем мужчине бриться. Или нет? Нет. А как вы считаете, для мужчины борода это нормально? Мужчина что? Для мужчины бороду отращивать это нормально? Это абсолютно. Бог установил так. Даже спрашивать не надо. Вот у женщины, если борода растёт, явно, что ненормальные гормоны не туда поехали. И так и мужчина. Посмотрите на изображение Христа в храме. Апостолов, пророков. Даже вожди коммунизма. Фридрих Энгельс, Маркс, Ленин. Все с бородами. Посмотрите, Некрасов, Солженицын, Достоевский. Ну, то есть, мы видим, что так и должно быть. Так Бог установил, дал. Это власть над женщиной. Что муж не подкаблучник. Ага. Я вас поняла. Прекрасно. Спасибо большое. А мы говорим, спаси Христос. Спаси Христос. Мы ждём ваших данных. Вы где живёте-то? А мы живём в Казахстане. Ну, это рядом почти наши соседи. Ну, вот если вы всё знаете, то которые приезжают, желательно, чтобы приехали пораньше. У нас тут будут идти занятия, беседы. Подготавливаем людей. В прошлом году у нас были из Ливана, из Германии. Будут подъезжать люди. Ага. А лагерь, скажи, закрытый или нет, спроси? А лагерь у вас закрытый? Лагерь закрытый, но мы его перевели в иной формат. Теперь вот вы, допустим, приехали бы, если вы там с ребятишками, мы даём отдельный домик. Но правило, порядок такой же, как в лагере. Потому что Роспотребнадзор задушил в некоторых областях полностью все лагеря. Штрафы от полутора, от миллиона до полутора. А на нас они подали, а ничего не могли выиграть. Это у них был такой облом. Не копейки. Ну, мы сразу же, я начальник детского лагеря, 48 лет, сразу же объявил об этом. Лагерь расформировается. Приобрели несколько домиков. И отдельно кто приезжает. Есть вместе, где живём. Ну, если семья, можно по семейному, по желанию. То есть лагерь действует в ином формате. Слово «лагерь» исключается. Просто приехали в гости. Ну да. А если ехать сюда, думаете, мы обязательно путёвку даём, что с собой взять, какой порядок. Вот у нас тут приехала одна она со своим внуком. И до обеда работает. Ну, кто на огороде, мы же сами себя прокормить должны. А после обеда она пошла рыбачить. Всегда большого карася поймала. И у гальянов сколько. А если, допустим, мы в гости соберёмся, я и дядя, то как это? Что-то будет то, что... Я маршрутку вам дам, и всё. Ага. Как ехать? Ну, главное-то, с Казахстана вам Барнаул не миновать, а там путёвка показана из Барнаула уже. А вот до этого-то навигатор покажет вам. Я вам скину всё. У вас кто, мальчики, девочки? Ну да. Сейчас просто границы закрыты в связи с пандемией этой. Сколько ребятишек-то? Ребятишек нету. А, ну вы можете кого-то, кто пожелает поехать взять. Это большое будет там научение. Всё, в общем, закрыты границы. Границы закрыты в связи с пандемией сейчас. А, сейчас уйдёт. Сегодня он выставил материал, никакой пандемии нигде нету. И это выступило в ООС. Да. ВОС. Всемирное офис здравоохранения. Это всё обман, говорит, был. Всё во всех. Прав только остался один, наверное, президент Швеции, мало знакомый, и Лукашенко в Белоруссии. У него работали, ни одной школы не закрыл, ни одного предприятия. Всё сохранил, батька. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Я сейчас вам скину материалы. Хорошо, мы будем ждать. С Богом, да. До свидания. До свидания.